2 декабря в гимназии номер 10 обычный учебный день, но не для всех школьников. Для 11-классников наступила горячая пора выпускных испытаний. Как и по всей стране, они пишут итоговое сочинение. В Тверской области участвуют 5700 обучающихся 11-12 классов. Также участвуют выпускники системы СПО, выпускники прошлых лет и несколько обучающихся, которые в прошлом учебном году не смогли сдать государственную итоговую аттестацию. Ученикам 11-го класса 10-й гимназии еще предстоит постичь все тяготы с дачи ЕГЭ. А пока, чтобы получить допуск к нему, они пишут итоговое сочинение. Естественно, как и перед любой проверочной работой, а уж тем более от которой зависит вся дальнейшая жизнь, ребята сильно волнуются. Готовилась, но все равно страшно. Готовиться к сочинению ученики начали заранее. И это неудивительно. За 235 минут экзамена они должны продемонстрировать знания, полученные за 11 лет. Свои мысли выпускники должны изложить на бумаге, используя при этом, как рекомендует Рособорнадзор, 350 слов. Грамотный, культурный человек, но должен уметь выражать свои мысли, ясно излагать их. И я думаю, что в любой работе, кем бы он потом в будущем не стал, этот навык ему просто необходим. По мнению экспертов, написание сочинения помогает оттачивать этот навык. Как допуск к ЕГЭ, его стали использовать только в прошлом году. Тогда итоговое сочинение было экспериментом, а сегодня оно считается уже отработанной методикой. В этом году школьникам предложили подумать над такими понятиями, как время, дом, любовь, путь и год литературы. И ответить на вопросы, когда хочется остановить мгновение, что дом может рассказать о своем хозяине, согласны ли вы с мыслью, что жизненный путь – это постоянный выбор. На первый взгляд, эти темы кажутся свободными. Однако основой для каждого из них должно быть литературное произведение. Я писала о жертвенности любви, о том, как сильна любовь, и что любой человек, который влюблен, он жертвует всем ради любимого. Я опиралась на произведения Булгакова «Мастера Маргариты» и произведения Куприна «Гранатовый браслет». Помогут ли Ирине Байковой и ее одноклассникам знание литературы будет известно уже скоро. На проверку итогового сочинения отводится три дня. Чтобы получить зачет, ученикам необходимо было постараться. Оценят их работу сразу по нескольким критериям. Это соответствие теме, это логика рассуждения, это грамотность, это качество письменной речи, это аргументация. В общем, все то, что необходимо знать и уметь человеку, закончившему 11 класс. Как отмечают специалисты, задачей сочинения является в том числе и проверка готовности учеников ко взрослой жизни. Посмотреть умение его рассуждать, думать, мыслить на различные социальные темы. Ну и не только, конечно, социальные, но и темы, касающиеся культуры. Стоит отметить, что ученики рассуждают на эти темы не только в сочинении. В особом порядке 186 ворских школьников написали изложения. Это обучающиеся, которые получают среднее общее образование в системе УФСИН, то есть это образовательные организации на базе колоний и тюрем. Таких участников у нас порядка 150, и порядка 35 участников – это дети с особыми потребностями, это дети с ОВЗ, дети инвалиды. Независимо от того, написали ученики сочинение или изложение, в случае получения незачета они смогут его переписать. Таких попыток будет две – 3 февраля и 4 мая. Юлия Ильичева, Илья Чечен, рендовой пилот.